Девушки отдыхают Я решил забирать ребенка с танцев У меня дочка занимается народными танцами Иногда даже солирует И что? Я был в машине Очень торопился и забыл пристегнуться Ну это безответственно Меня остановил сотрудник ДПС И сказал, что выпишет штраф А я очень торопился Ну вы говорили уже Да, и я предложил ему Платить штраф на месте Так Ну что же было дальше? Он согласился Ну в этот момент шла какая-то Спецоперация по борьбе со взятками Вот Видите, все-таки работают у нас Антикоррупционные меры Ну так а что же вы от меня-то хотите? Я бы очень хотел Был бы даже счастлив Если бы это дело не дошло до суда Да как же Не дойдет до суда-то Вон он у вас тут И состав преступления Доказательная база показаний Запись с регистратора даже есть Ну так же бывает иногда Что они теряются Или вообще пропадают Я был бы очень благодарен Если бы они Исчезли Понимаете? То есть вы мне предлагаете взятку Чтоб я закрыл дело взятки Что? Какая взятка? Просто прошу у вас Сына мне помочь Понимаете, у меня жена больна Угу Не смертельная Просто Ветрянка Угу Дочка еще с этими танцами Ну Войдите в положение, пожалуйста Угу Хорошо Есть один вариант Вам нужно будет позвонить Вот По этому номеру А что этот номер такой большой? Московский Это в Рязани короткий А здесь Москва А давайте попробуем Позвонить по другому номеру Который там с двоечки начинается Ну конечно лучше и с троечки Но никак не с пятерки Тогда вы не сможете дозвониться И попадете совсем не туда Куда хотите А давайте чтобы вот Не вам и не мне С четверки Чикадаев Не в вашем положении Выбирать номер По которому звонить Поним Угу Сейчас Так Я посмотрел Значит протокол Составлен с нарушениями Видео На регистраторе Невнятно видно Поэтому Можете За ваше дело Не беспокоиться Спасибо Здоровья Управление по борьбе с коррупцией Староженко Вы подозреваетесь В получении взятки Да Верхний ящик стола откройте Что там Деньги Взятки наверное Как объясните происхождение денег Да Любопытно узнать Вот вашу версию Зарплату наверное Сегодня выдали Можно меня оградить Вот от этого От лица всего управления Приносим Благодарность За сотрудничество Пожалуйста Подождите В кайверчике Ну что Как прошло Мне С повесткой Теперь как К вам Или забыть Насчет повестки Пусть идет Разговаривает В смысле С кем Разговаривает Он же коррупционер День добрый А вы по какому вопросу Я Дико извиняюсь За произошедшее Чистой воды И недоразумение Честное слово А вы вообще кто Я что не понимаю Я Чикатаев По поводу Дела О взятке Нас никто не слышит А Ну я припоминаю Сейчас Да 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 Вот Да Ну состав Преступления Тут Доказательная база Запись Регистратор Протокол Очень грамотно Составлен Так что Буду требовать Реального срока Да что Какой срок Мне Мне нельзя В тюрьму Ну мне вся Семья Жена Кадровик В трамвайном депо А платеж по ипотеке Знаете какой Вот хорошо что сидите 35-200 Дочке еще Чешки надо Купить Давайте я Позвоню Вот по этому телефону Что вы говорили Какая там Первая цифра Четверка Пятерка 200 200 Тысяч А что это Сами так выросли В смысле Еще Пять минут назад 50 было Вы мне на телефоне Показывайте Ну это было до того Как вы меня Чуть под 290 Не подвели Это вот хорошо Товарищи вошли В положение А их было трое А они мне Очень глубоко Вошли В положение Кто мне Это все компенсирует Ну у меня С собой Нет столько денег На карточке 1080 В конверте 50 Мы они Мечены Давайте все Что есть А с карточкой Что у вас Сбер Можно По номеру Телефона Перекинуть Нет У меня Другой Тут банкомат Недалеко Давайте я съезжу Да Чего вы будете Круги навязать Давайте карту сюда Пин-код Водите Может вы мне Еще и чек Дадите Конечно Если нужно Для отчетности Перед женой Пожалуйста Управление По борьбе С коррупцией Староженко Антон Чекады Вы подозреваете В даче взятки Должна основная лица В крупном размере Ух Паркан Требе В 802 114 Совпадает С номером Ксерокопии Ну, правильно. Ну, что вы как-то не любите-то, а? Мы же в одной стране с вами живем. У нас же дети в один детский сад ходят. Мы же водку в одном магазине с вами покупаем. В одной пробке стоим. Нет, Чагадаев, мы в пробке не стоим. И дети мои ходят в другой детский сад. И водку я покупаю в другом магазине. Павлович, ты прям как отрезал. Мужики, ну, правда, мы войдите в положение. Это можно. Но тебе нужно будет набрать вот этот номер. Это что, реально номер телефона? Нет. Реально это не номер телефона. А мы что, Лям написали, что ли? А сейчас не в свое дело не лезь, ладно? Лям. Слушай, вы вообще, что ли, от людей отбились, я не пойму? Вы посмотрите на него внимательно, это же чмо-чмо. Да я чмо. Вы задрали, честное слово. Вы сидите там у себя в конторе, мешаете работать, потом приходите только бабло встречи, все. Да я за половину этой суммы скажу, что ничего не было. Ты подзабыл, с кем ты разговариваешь-то? А что вы мне сделаете-то? Запись у вас никаких, краски на пальцах нету. Только мои показания, все. Ну, ладно, давай по-другому. Он нам занесет всю сумму, а мы тебе хороший кусок отломим. Только не надо мне в уши здесь срать, ладно? Я-то знаю, как схемка работает, вы же только наверх заносите. Чикадаев, слушай меня, я тебе за пятьсот все разрулю, понял? А откуда у меня такие деньги-то? Это ж надо кредит брать или квартиру продавать. А как я продажу, раз кредит? Да ты не торопись, самое главное. Подумай, может быть, можно у кого-то одолжить. Чикадаев, мы согласны на пятьсот. Я тебе банк один посоветую, там проценты божеские по нынешним временам. Потом у меня там есть бомжики, они по учителями выступят. Ну и первые года два-три, вообще можешь туда деньги не заносить. Двести пятьдесят. Так ты что творишь-то, а? Че, двести девяносто первое, часть третье в особо крупном, двести пятьдесят? Да когда такое было вообще? О, чикады, человек дело говорит, двести пятьдесят это сейчас самая лучшая цена в городе. Фиг с тобой, двести пятьдесят, так двести пятьдесят. Я хочу сказать огромное спасибо. Да, вам и вам за ваше предложение, они оба мне очень понравились. Но дело вот в чем, денег-то у меня нет. Но есть машина. Да, она вот примерно столько же и стоит. Битая. Чехол кожаный новый, на руль, помыл недавно, полбак бензина. Угу. А че он у тебя цокает на колостях? Где цокает? Не слышу. Ну вот, ну что ты, приказ, ну вот, 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 слышишь? Ну иди послушай снаружи. Слышите? Может, мы перегнули палку? Нет, Лешка, не перегнули. Может, самую малость? Ну, какую самую малость, Антечин? Это либо компенсаторы, либо гидронатяжителем. Кирдык. Какой кирдык? Прогрейте, и все пройдет. Вот, слышь, я передачу урубил, свист пошел. Вот, по-любому, этот, подшипник сцепления свистит. Чикадаев. Ох ты, что ж ты? Робики, вставай. Вставай, ты чего? Ну, не все же так плохо. Ты только не кричи, я тебя очень прошу, не кричи, пожалуйста. Войти в положение.